Большая вода пришла в Абширонский район в среду, но людей до сих пор не отпускает эмоций. Утро спустя два дня после происшествия начинается с житейских разговоров, кого и как затопило. В Дом культуры, где организовали оперативный штаб, пострадавшие приходят за вещами первой необходимости и питания. Одеть нечего, дома все пропало, все что можно было. И животные, и мебель, запасы сахара, муки, овощи, все остались в чем есть. Проводим мы ночь с двумя детьми, провожу где попало в ночь, у дома ничего нет. Затонулы родители дом полностью. Ждем комиссию, ждем МЧСников, помощь ждем такую. Пришли взять воды, потому что в крайне вода невозможна. Для тех, кто остался без крыши над главой, организовали пункты временного размещения. В Абширонском районе их три. Здесь люди могут переночевать и получить горячее питание. В детском лагере разместились люди целыми семьями. Сейчас здесь всего 68 человек. Ирина Ельгина вместе с маленькими детьми ждет, когда наконец сможет попасть домой. Затопила дом. Привезли спасатели, светлячок. Кормят, постели. Все тепло, хорошо, одежда. Все как надо. Есть и те, кто не захотел покидать свои дома. Кадры, которые можно оставить без комментариев. Вениамин Кондратьев и прокурор края вместо доклада местных чиновников пешком идут по затопленным улицам, чтобы лично проверить, как устраняют последствия удара стихии. Жители Хадыжинска показывают свои дома. У многих на полу до сих пор грязь в перемешку с илом, а в комнатах запах сырости. Люди специально не начинают уборку, чтобы дождаться комиссии, которые должны все зафиксировать и оценить масштабы разрушений. От расторопности этих специалистов зависит, насколько быстро пострадавшие вернутся в свои дома и получат деньги на восстановление жилья. Объективно, что сегодня нужно это оперативно делать, в очередной обследовании актов этих и давать людям возможность максимально вернуться в жилье. За частичное разрушение имущества каждый член семьи получит 50 тысяч рублей. За полное по 100 тысяч – это не считая единовременной выплаты. По поручению губернатора число оценочных комиссий в Хадыжинске с 4 увеличили до 18. Но в реальности не хватает даже этого. А власти района и города почему-то об этом умалчивают. Сложившаяся ситуация для них – настоящий экзамен. Я ехал с одним, пониманием, что здесь происходит, увидел другое. Мне надо время перезагрузить ситуацию. Людей, которые здесь будут делать это все, сегодняшние не справляются. Вениамин Кондратьев обывал не только в потопленных домах, но и зашел в пункты временного размещения. Там сейчас живут те, кого эвакуировали. С питанием проблем нет. Но сегодня людей уже больше волнует, когда они смогут начать разбирать завалы и кто им в этом поможет. Губернатор тут же дал поручение своим заместителям разработать понятную схему оповещения жителей, нуждающихся в помощи, чтобы они не бегали за чиновниками в поисках ответа. Я инвалид, жена инвалид. Да, лежачий. Там сейчас грязь вот так. Как это все тебе? Будет вывешен график, когда к вам придет помощь. На улицу и конкретно в ваш дом. Василий Александрович, еще раз подчеркиваю, вывешайте график, когда придет комиссия к людям. Чтобы они не дежурили там сутками, сидели непонятно в каких условиях. Вот в течение часа будет график, когда придет трудовой десант. И в течение часа должна быть информация у них в виде тоже графика, когда к ним придет комиссия. Сделайте обследование. Позже губернатор и прокурор края собрали заседание оперативного штаба. Миниамину Кондратьеву коротко докладывают о ситуации с транспортным сообщением и инженерными коммуникациями. Повреждены два автомобильных моста в кудре городок и полностью разрушен бесячий мост в поселке Самсонова. Без света остались почти полторы тысячи человек. В Хадыжинске и поселке Станционный вода повредила две подстанции. Сейчас электричество поступает по временной схеме. Миниамин Кондратьев интересуется у представителей энергоснабжающей организации. Когда же люди смогут вернуться к полноценной жизни? Мы не сторонники того, чтобы там оборудование, которое отсырело, или там есть замокание, подсоединять. И в том числе в домах тоже аккуратно с приключениями домов к электричеству, потому что там тоже может быть сырая проводка, сырые стены и мокрый потолок. Вот здесь это невозможно допустить этого фанатизма, он никому не нужен, потому что он может вылиться нам опять в трагедию. Но я одно прошу, назовите конкретные сроки в вашем понимании, когда будет электричество. 95% в селе Ковардинске будет запитано уже сегодня ночью. И еще до конца следующего дня одна подстанция будет восстановлена, и у тех 5%, там небольшое количество, будет запитано дальше. У нас 100% электроснабжение района когда будет восстановлено? Восстановлено. Завтра после эпидемии? То есть завтра, 27-го, до 16.00 будет восстановлено энергоснабжение района. Все, протокол отразите. Восстановить подачу воды пообещали уже к завтрашнему дню. Сейчас без нее остается практически половина Хадыжинска. Воду в дома поставляют аварийные бригады. Не менее важный вопрос, как очистить город от мусора и ила. Заместитель губернатора Василий Швец докладывает, расчистки придомовок территории помогают казаки и волонтеры с горячего ключа и Белореченска. Миниамин Кондратьев поручает привлечь людей из других муниципалитетов. На улицах должна идти активная работа. Люди должны вернуться в дома, где нет и следа происшествия. Губернатор ставит конкретные сроки. Максимум три дня у нас должно быть. Три дня до понедельника, чтобы мы расчистили, если будет правильно организован трудовой десант. И вот эти комиссии, которые делают подворовые обходы, правильно организованы. И их будет достаточно. А достаточно будет только в том случае, если вы все объединитесь в одну огромную команду, в том числе и с представителями других муниципальных образований. И вот этот штурм общий сделаете. Любое муниципальное образование клинится на вашу просьбу. Мы можем вам всем помочь. Всем. Кроме как со временем. Время сжато. Максимально сжато. Еще раз подчеркиваю. Три дня до понедельника. Для того, чтобы люди могли приступить к обычному своему жизненному циклу. До понедельника. Это уже наша задача. Еще, подчеркиваю, наша задача на тех людей, которые пострадали, ее не перекладывать. Проливные дожди обрушились на Туапсинский и Абширонский районы Кубани, а также Сочи. За несколько часов там выпала месячная норма осадков. Для этих муниципалитетов подтопление явление нередкое. Но не всегда можно предугадать масштаб разрушения тудара стихии. Вениамин Кондратьев на совещании КЧС предложил принять региональный закон, по которому процедура страхования жилья в районах с высоким риском образования чрезвычайных происшествий станет обязательной. Мы должны делать выводы из подобных ситуаций. А мы с периодичностью раз в 4 года, в 3 года, эти ситуации максимально ликвидируем, не делая, скорее всего, выводы. Выводы только в рамках предупреждения этих ситуаций. Но то, что деньги огромные из бюджета выделяются, безусловно, для людей они должны выделяться. Почему на краевом уровне нам не принять закон, который обяжет органы исполнительной власти обозначить территории, которые подвержены чрезвычайным ситуациям. И вот в этих территориях домовладения должны быть обязательно сострахованы. А сейчас проконсультировались, оказывается, от тысячи, в зависимости от площади, до двух тысяч в год. В год стоимость страхового платежа. Все это уже будет страховой случай. Это перспективы ближайших месяцев. Сейчас главное обеспечить пострадавших всем необходимым, пустить их в дома до наступления холодов. Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем краевых властей. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань, 24. Обширонский район.